Как не сломаться, если неожиданно оказываешься прикованным к постели? Где взять силы, чтобы бороться? Об этом расскажут сегодня наши герои. Здравствуйте! В эфире программы «Вопреки всему» я, ее ведущая, Олеся Слонько. Трогательная история Виктория Антонова вдохновила на создание музыкального клипа целую творческую группу. Девушка, прикованная к инвалидной коляске, расширяет свои возможности с помощью творчества. Редкое заболевание усадила Викторию в инвалидное кресло несколько лет назад. Решив перенести простуду на ногах, как делают многие, девушка продолжила работу. И в один момент, присев, просто не встала с кресла. И в итоге мне поставили острую воспалительную демилизирующую пули нейропатии гейнобары. Это достаточно редкое заболевание, еще реже, чтобы оно вот так возникало, потому что обычно оно возникает на фоне диабета, алкоголизма, сильной токсикации. Но таких заболеваний, тем более алкогольной зависимости, у Виктории не было. Заболевание начинается с кончиков ног и с кончиков рук. То есть к центру тела начинает развиваться онемение и отмирание нервной проводимости. То есть разрушается оболочка нервная и перестает организм отвечать и слушаться. И когда заболевание переключается на легкие, то уже человек не может самостоятельно дышать. И там очень велик шанс летального исхода. Вика не могла удержать даже ложку, но сдаваться перед разрушительной болезнью не собиралась. И началась с простого, с попыток сжать мягкий антистрессовый шарик. А я его даже сжать не могла. То есть я его держала и мне говорили, ну покачай, чтобы тебе из вены кровь взять, укол сделать. А я не могу просто даже сжать. То есть каждый день я его брала и вот пыталась, как вот в фильме, вот когда она там убить била, там смотрела на свои ноги и такая, работай, работай. Вот я брала этот шарик и каждый день пыталась его сжать хоть сколько-нибудь. А этот найденыш, кошка Печенко, теперь настоящий друг. Однажды она просто пришла под дверь Виктории. Это был вот такой вот маленький пушистый комочек, который каким-то образом добрался до шестого этажа и кричал под дверью. И теперь благодарный спасеныш отдает свое тепло Вике. Кстати, необычную кличку кошка получила за то, что ловко крадет печенье. Лишившись свободы передвижения, девушка вернулась к увлечениям, на которые времени не хватало. С детства перешивала, делая бабушкины платья современными, а верхнюю одежду, подходящую под свою хрупкую фигуру. А теперь шьет вечерние наряды. Они безумно дорогие в интернете были. И я как-то так рассматривала и думала, да ладно, я такое тоже могу. Я тоже могу такое сшить. И я вот эти вот, как бы все узоры, они делались из многого количества кружев. Я вырезала там каждую детальку, там каждый листик, потом прикалывала и отдельно пришивала. Вот так возвращала подвижность рукам. И теперь может даже рисовать. Набросков уже на целую выставку, в каждом рисунке крик. Виктория хочет достучаться до будущего зрителя и показать, что они теряют. Я как бы постаралась показать, что, ну, как будто он сам себя приковал. То есть вот, естественно, компьютер, рабочий стол. И как многие люди, они просто приковывают себя вот к этому месту. И они проводят там свою жизнь, как, допустим, я, ну, вынуждена. Они прикованы к компьютеру сами, добровольно. А еще девушка пытается достать свои идеи из плоскости, придавая форму глины. Сейчас работает над любимым героем сказки, драконом удачи Фалькором. Бесконечная история – это замечательная сказка детская, экранизированная. И там как бы получается, что мир ограничен только твоей фантазией. Поэтому история бесконечная, потому что наша фантазия тоже бесконечная. Бесконечно развивает свои способности. И даже такому жидкому материалу, как мыло, придает форму. Вот, например, собачьи лапки. Прочитать свои стихотворения Виктория постеснялась. Мы сами выбрали самые тронувшие нас строки. Не бывает, жизнь проста, умер вдруг хозяин пса. Без защитника остался, хоть и стойким быть старался. Люди не были добры, пес лишился конуры. Трудно зло перенести, не успел пес подрасти, слишком юн, доверчив, добр, чтобы ужиться среди кобр. Ядом город перегружен, горе тем, кто простодушен. Жизнь жестока и сурова, днем искал еды и крова. Все бродил в ночи холодный, одинокий и голодный. Лапы пес не опустил, стал служить, что было сил. Резво подрастал, старался, опыта он набирался. Взялся за любую сложность, вжился в каждую возможность. Играет на скрипке, поют и показывают театральные номера на сцене публичной библиотеки особенные артисты. А собрал всех социальный видеоклип «Ангелы сходят с небес». Главная героиня клипа, прикованная к инвалидной коляске Вика Антонова, о ее беде узнала 15-летняя ростовская школьница Виолетта Венсер и решила помочь. Благодаря этому клипу, я думаю, что они узнают, узнают большинство людей и смогут ей помочь. Она главная героиня клипа, то есть в клипе она, по сути, сыграла саму себя. Она скульптор и она делала ангелов, таким образом помогая людям. Энергии подростка хватило на то, что идеей снять социальный клип загорелась целая творческая группа. Преподаватель Виолетты по вокалу поделилась своей авторской песней. В моей жизни был непростой период, очень сложный. И, честно говоря, сама я с ним никак не могла справиться. Я обратилась к Всевышнему и попросила о помощи. А вот удивительные вещи начали потом происходить. Все какие-то проблемы начали разрешаться каким-то волшебным способом. Вообще для меня это было потрясающе. И меня это настолько впечатлило, что у меня появилось это песня «Ангел исходит с небес». А сделать ангелов видимыми взялся Александр Кут. Увлечение главной героини клипа «Лепка из глины» помогло идею развить. Глиняные фигурки ангелов помогают справиться с жизненными трудностями. С одной стороны, конечно, это люди особенные. У них свое мироощущение. А с другой стороны, естественно, стремишься, ну вот эту боль, возможно, какие-то их переживания жизненные, их философию, во-первых, понять, а во-вторых, передать. Быть чуть добрее, быть чуть внимательнее, быть чуть как-то, ну что ли, осторожнее с этими людьми. Даже неосторожнее, наверное, слово не то. А вот именно заботливее, более как-то теплее, что ли. На презентацию клипа «Ангел исходит с небес» Игорь Кунц пригласил особенных артистов с разных уголков области. Не волнуйся, будь спокоен, старайся. Ты красивая, если все у тебя получится. Перед выходом на сцену мама помогает 9-летнему Диме Яновскому из Таганрога справиться с волнением. Врожденная глухота не мешает мальчику заниматься спортивными танцами и завоевывать награды. Таким способом эти солнечные девочки в зрительном зале старались поддержать каждого артиста. Они как-то сами с собой сдружились и везде-везде следом. Наташка более нерешительная, жена у нас такая более смелая. И как-то вот приходится с ними везде следом ходить вместе. Дружной командой тянули репку в спектакли особенные актеры из «Аксая». В некоторых моментах не обходилось без помощи ассистентов. Но с главной задачей артисты справились. В наше время, когда все это заводное, все куда-то лежат, впечатление такое, что только своими делами заняты. Какая-то капелька добра, света, что люди действительно надо развернуть народу. Чтобы было добрее люди были, повнимательнее, немножко где-то и притормаживали. Кто-то посмотрел клипс, кто-то захочет просто доброе дело кому-то сделать, это уже хорошо. Хэштег «Поможем» Виктория Антонова разлетелся в сети по всей стране. А лайки и просмотры здесь не для статистики. Врачи дают девушке надежду на полное восстановление. А подарить Вике крылья и помочь оторваться от инвалидного кресла может каждый. Реквизиты для перечисления средств вы видите на экране. Пусть станет мир твой светлей, и луна пусть нам всем улыбнется. Каждый, кто будет добрее, тот в заветной мечте своей прикоснется. Ангелы с небес спустились, крыльями нас обнимая. Доброту сердца людей впускают, вежность и любовь. Ангелы оберегают, и мечтой нас окрыляют. Наполняя сердце радостью и нежной добротой. Пусть станет мир твой светлей, и луна пусть нам всем улыбнется. Каждый, кто будет добрее, тот в заветной мечте своей прикоснется. Ангелы с небес спустились, крыльями нас обнимая. Доброту сердца людей впускают, вежность и любовь. Ангелы оберегают, и мечтой нас окрыляют. Наполняя сердце радостью и нежной добротой. Ангелы с небес спустились, крыльями нас обнимая. Доброту сердца людей впускают, вежность и любовь. Ангелы оберегают, и мечтой нас окрыляют. Наполняя сердце радостью и нежной добротой. Наполняя сердце радостью и нежной добротой. Если тебе не дано то, что есть у всех, значит обязательно есть то, чего нет ни у кого. Это каждый раз доказывают герои нашей программы. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин